приветствую вас на первом циничном канале из головной части кельнского собора вот там если видите мощи трех волхвов в золотом саркофаге вот здесь тоже одна из реликвий если не ошибаюсь вот это и есть крест геро то есть наверное вторая реликвия данного собора а поговорить я бы отсюда хотел вот о чем а времени и жизни очень много вопросов мне задавали как изменить жизнь как изменить хотя бы какую-то часть жизни и многим камрадам кажется что можно изменить часть жизни вот всю жизнь изменить сложно но часть я бы мог изменить там не знаю в отношениях с родственниками с друзьями знакомыми наоборот карьеру каким-то образом поменять ну то есть не быть рабом и так далее но всю жизнь поменять сложно и поэтому и не беремся соответственно поэтому что браться Если 10%, я бы мог изменить 20%, но не 100% жизни Так вот, давайте попробую ответить на этот вопрос Как можно изменить всю жизнь И из этого места, наверное, действительно Из этого места, из этого времени, из настоящего времени Наверное, удобнее всего на этот вопрос ответить Как изменить всю жизнь Понимаете, я сейчас говорю из настоящего Вы можете сказать, что как-то из настоящего Но мы же смотрим тебя сейчас, а говорил ты тогда, когда говорил Поэтому ты говоришь из прошлого Нет, друзья, из настоящего Прошлое и настоящее, равно как и будущее, определяется не тем, откуда ты говоришь и когда тебя смотрят, а тем, как ты воспринимаешь время. Дело в том, что мы живем в настоящем времени за всю жизнь, ну, может быть, процентов 20 времени. Все. 80 – это либо прошлое, либо будущее. Соответственно, по мере старения человека, он больше будет жить в прошлом. То есть ребенок живет в будущем, мечтами, молодой человек, старик уже больше в прошлом живет, воспоминаниями. Но, тем не менее, вот это прошлое и будущее – это процентов 80, минимум 80, если не 90 – жизни. И только там 10, 15, 20 процентов – это настоящее. Каким образом мы живем в настоящем? Знаете, бывает, вот, ну, не знаю, человек мечтает, да, мечтает о будущем или же воспоминания о прошлом, и тут его выдергивают, или он сам почему-то выдергивается в настоящее, он как бы раз так из торчка выходит. То есть вот шел, шел там, думал, как бы, ну, декорации идут мимо него, и вдруг так раз торчок заканчивается, он как бы выпадает сюда в настоящее время. На практике, в жизни, когда он, в основном, выпадает в это настоящее время, на работе, исполняй обязанности, все, давай, внимательно, не допусти ошибок. По сути, человека в настоящее выдергивают в самую, скажем так, паршивую часть его жизни. У него есть, там, какие-то личные отношения, у него есть путешествия те же самые, у него есть, не знаю, восприятие красоты, но все это он воспринимает как бы с таким запуманенным немножечко взором, такой, мечтая. То есть он идет, смотрит, да, красивые места, но он думает там о будущем в данный момент. Дальше тоже места красивые, но он думает о прошлом, вспоминает прошлое. И в итоге, ну, он это воспринимает так, процентов на 20 информацию того, что он видит. А, соответственно, когда я его выдергиваю, там, исполняй обязанности, смотри, ошибку не допусти, вот здесь вот каждую цифру важную, вот только раз, да-да-да-да-да-да-да. И вот это настоящее, там, его 10-15%, может быть, 20 настоящего, они получаются полностью заполнены хрен знает чем, ерундой, самой неценной частью его жизни. И все, а больше он не потянет. Больше, если кто-то к экзаменам готовился, то поймите, что очень жестко учить информацию, готовиться к экзаменам, невозможно, там, больше часа, например, или полутора, быстро устаешь. Вот это нахождение в настоящем, оно требует очень сильно, ну, как бы, работы мозга. И ты быстро устаешь. И поэтому, если тебя выдергивают в течение, там, дня, хотя бы 20% в настоящее, но выдергивают работой, то ты уже приедешь мечтать. Вечером ты будешь либо о прошлом думать, либо о будущем. Ты в настоящем уже не будешь. Все, для тебя пойдет дальше вот это коматозное такое состояние, когда будешь смотреть, как бы, сквозь пелену. А мозгами ты будешь либо в прошлом, либо в будущем, но не в настоящем. И что получается? Какое у вас будет формироваться прошлое? Если, ну, прошлое формирует настоящее, настоящее формирует прошлое. То есть, что у вас было в настоящем, такое у вас будет прошлое. Если вас в настоящее выдергивали в самое, по сути, дерьмовое время, то прошлый у вас будет не о чем вспомнить швах сплошной хорошо у вас уже есть хрен знает что в прошлом у вас постоянно хреновое настоящее в которой вас выдергивают что вы сможете думать о будущем в принципе ну раб какое будущее сможет представить раб вы нормальные вещи даже помыслить не сможете свободного человека и поэтому какой выход отсюда вам нужно изменить не всю жизнь когда что-то сложно сделать разделяя властвую по частям сложно сделать целиком дело делаю по частям вам нужно изменить не всю жизнь вам нужно изменить 20 процентов жизни выдергивайте сами себя в настоящее например в путешествие вот как я сейчас вот сейчас я хочу быть настоящим когда будет хреновая часть моей жизни скажем как черная полоса вот тогда я буду мечтать либо о будущем либо о прошлом вспоминать тогда буду попросту мечтать чтобы как раз черную полосу смотреть так вот сквозь пальцы а сейчас настоящий То есть, мое настоящее будет лучшее. Старайтесь, чтобы в настоящем у вас протекала лучшая часть жизни, а никогда вас выдергивают. И старайтесь не выдергиваться, потому что выдергивать вас никогда в лучшее не выдернут. Смотри, ты повнимательнее, вот сейчас так красиво, так здорово. Внимательнее смотри, не пропускай. Нет. Вот, должностная инструкция, смотри, чтобы не отклониться ни на секунду, а лучше еще переработай. Вот в такую дрянь вас будут выдергивать. Поэтому измените всего лишь 20% вашей жизни, и вся ваша жизнь изменится. Вам не надо брать весь конгломерат штурмом, менять там 100% времени. Вы не живете в 100% времени, дай богу, в 20%. 100% — это 40 прошлого, 40 будущего. Они изменятся автоматически, как только вы измените вот эти 20. Поэтому просто научитесь выдергиваться в настоящее, вот из этого торчка выходить и начинать воспринимать информацию здесь и сейчас. Только в те моменты, когда это лучшая часть вашей жизни. Жизнь — это черные и белые полосы. Белые полосы будете воспринимать в настоящем, все, вся жизнь станет белой. Вот так изменится жизнь. Поэтому кому кажется сложно изменить жизнь целиком, меняйте 20%. Просто поймите, какие. Ну вот, такие соображения. И сейчас пойдем дальше смотреть собор.